здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформа политинформания она на волнах радиостанции народная волна русская радио чикаго ее ведущие геннадий брюмер и эдуард брюмер а и мы сегодня проводим беседу очень интересного с интересным и очень знающим человеком это дмитрий потапенко инженер экономист предприниматель журналист радиоведущие вот такой вот талантливые интересный человек будет ли вы с нами да я конечно с вами очень приятно я наверно назвал все ваши занятия правильно вино да наверное даже может быть я совсем не журналист по причине того что журналистике не имею никакого отношения то что я радио телеведущие да это есть такая история по связанным по просто говоря с тем что то аналитика который я могу в общем-то выводить для себя я она востребована в том числе и каких-то разных эшелонах и принимать кого так и политического сообщества это все окей мысли спасибо вот спасибо большое что вы с вами вышли на связь и такой вот вопрос как бы вы оценили состояние сегодня российской экономики по шкале от 1 до 10 где 10 это понятно великолепно а один это катастрофа разруха как бы вы сегодня оценили но тоже зависит от точки ноль поэтому здесь ключевой вопрос . ноль и для кого это соответственно экономика делать в том что оценивать экономику российской федерации потом скажем международных масштабов достаточно бессмысленно оценивать экономику для сограждан это одна один как говорится бенчмарк одна точка отсчета оценивать экономику для людей которые управляют этой страной это другая точка отсчета что по сухим цифрам российской россии на занимает сейчас пока пересчеты я не делал пока она по результате соответственно вот этой девальвации рубля но я думаю что она сейчас находится наверно на 13 месте вот плохо или хорошо она в общем принципиально не как российская экономика не сильно отличалась отличаются и не поменяла свою внутреннюю составляющую от совет составляющей сути дела как было не сидела на нефтегазовом там колу так и сидит плохо это или хорошо но опять-таки это вопрос для кого потому что по большей части людей это устраивает устраивает а всякая там условно интеллигентская сволочь вроде меня в общем она как и была недобитой сволочью которую надо либо истреблять либо соответственно с ней бороться но сейчас граница открыта если кому-то что-то не нравится в общем действующие нас никто не вырезает пока что по крайней мере если кому-то что-то не нравится можете валить как это говорится на загнивающий запад поэтому здесь честно и честный подход а большая часть людей которые в общем-то воткнули себе в вену штуку под названием телевизор они действительно их устраивает то то положение которое есть и во всем виноват там проклятый запад который в общем-то их там как как-то гнетет поэтому экономика будет стабильно россия не развалится она не умрет потому что ресурсы которые в ней есть они позволяют есть существовать очень и очень долго другое дело что это конечно все такое это как раз сейк экономика нефтегазовой колонки но это если как бы приумножающие знания приумножает печаль это может меня не удовлетворить как там экономист предпринимателя в патриот своей страны но по сути дело если это удовлетворяет людей которые смотрят дом 2 пьют бояршник все остальное то в общем может не имеет смысл заткнуться дмитрий такой вопрос в середине января сменилось правительство в россии да и во главе правительства стал михаил мишустин а такой вопрос что вы думаете об этом человеке как об экономисте как я не знаю может быть какие-то человеческие качества его вам или симпатичный или не симпатичный и самый главный вопрос если у этого человека политическое будущее или он такой технический премьер на какое-то время ну если вы изучали мою биографию то я был претендентом кандидатов президента более того из 6 7 кандидатов в президенты шестеро знают меня и их шестерых я знаю многих знаю достаточно очень хорошо близко так вот михаил мишустин да как глава в том числе вы просто не упоминаете и скорее всего и для нашего российского зарубежного скажем так эстеблишмента неизвестна фамилия господина егорова поскольку для вас он не столь важен я знаю господин егоровый господин мишустин господин мишустин никогда не было и не будет политических амбиций в общем этот человек который и все правительство которое изменилось и бы пришло 4 в общей сложности зама из налоговой службы это ребята очень такие технологичные за функционал которых такое бухгалтерского учетно-ревизионный поэтому здесь их работа понятно как это как у любой налоговой службы наверное отнимать и делить спасибо следующий вопрос а как вы думаете вот в результате сегодняшнего того что происходит сегодня в мире и в частности в россии с коронавирусом бизнес и российский народ сегодня в одной лодке или по разные стороны баррикад вот сегодня все сидят дома как вот бизнес я имею только бизнес и народ значит то что происходит в мире и в россии с коронавирусом не имеет никакого отношения вообще к экономике значит сожалению произошла та ситуация что это относится не только к россии но и к миру что по сути дела то что ошибочно называется государством чинуши предложили по во всех странах мира единственный метод борьбы с в общем-то достаточно стандартным стандартным заболеванием по предложили единственно полицейские меры репрессивные тюремные с прелестью в том что вы еще за эту тюрьму сами же платить и дело в том что этот кризис он на кризис институциональный что такое институциональный кризис это означает что он возник задолго до того как появился этот не произошло бы что-нибудь другое другое есть три факта я вам свяжу в 1 их нацом исключительно в единой связи первый фактор появился несколько лет назад а именно возрождение частных денег а под названием крипто почему это крайне важно потому что при советской власти мы очень долго вбивали себе в голову бредятину под названием то что государство занимается основной по и одна из его основных функций этой миссии денег вот это это полная хрень и ложь по причине того что это не так любая частная корпорация может быть сильнее любого государства а это приводит к тому что мы не задаем вопрос вот этот кризис он как я бы сказал же институционально он с вопросом государства а ты вообще кто именно в таком контексте уничижить вторым вызовом было появление греты тумбер который в российском там к контексте и сразу же там начали разыскивать почему она там нет и она неправильная или о чем она говорит а ведь ключевой вопрос не в этой милой девочки или там мы кому-то к девочке которые не нравятся в том что это как раз вопрос что чинуши дорегулировались так что сейчас сами корпорации задают вопрос опять-таки с вопросом опять-таки государства ты кто поскольку регуляторную вещь которую ты вводишь приводит к тому что мы загрязняем антра с собой то есть антропологический средств свет очень значимый для матушки природы и когда появился собственно говоря вот этот коронавирус государства на самом деле прошляпили начало этой эпидемии почему прошляпили я вам приведу один простой факт поскольку это относится кстати не только российской федерации но и всех коронавирус это штука такая которая не ждет паспортного контроля и абсолютно все равно знаете ли вы умеете ли вы диагностировать так вот теперь в обычное человеческое рассуждение значит коронавирус задача кстати не убивать нас как таковы 1 зарегистрированный случай относится к ноябрю месяцу а теперь внимание вопрос когда у нас не только в российской федерации в российской федерации 11 самолетов ежедневно даже 12 самолетов были по прилетали в российскую федерацию из ухани каким образом и точно такие же количество самолетов полетала по другим городам весям и странам каким образом оказалось что вдруг ни с того ни с сего заражение вернее правительство начали считать что у них заражение произошло не в ноябре а почему-то в марте вирус что застревал где-то на таможенных границах или еще что-то у него происходило нет скорее всего происходил следующий у нас не было систем диагностики и большая часть людей начала умирать и болеть и странными болезнями где-нибудь в ноябре декабре то есть я могу сказать абсолютно с достаточно высокой степени вероятности что на территории абсолютно всех государств и стран появились локальные источники этой заразы где-нибудь максимум в декабре и для того чтобы почему это крайне важным когда вы задаете вопрос про бизнес потому что когда вводятся какие-то карантинные меры сейчас абсолютно все чинуши всех государств по сути дела ловит кошку которая уже вышла из комнаты а не коник ловит кончик хвоста и для того чтобы правильно оценивать карантинные меры когда вы опять возвращаемся к бизнесу нужно сначала понять а когда появились нулевые пациенты на территории того или иного государства а для этого нужно отмотать где-то минимум а скорее всего кстати почему разница между зарегистрирован и реально появляю появившимся вирусом далеко не ноябрь и скорее всего это был какой-нибудь октябрь нужно поднять статистику всех смертей а тем более странных смертей а все что касается легочных заболеваний пневмонии и все остальное на территории всех царств государств и в эту секунду начинать момент отсчета так называемый эпидемии возвращаемся на территории российской федерации по поводу бизнеса в российской федерации частного бизнеса не так уж много и поэтому говорить с народом ли бизнес большая часть наших сограждан работает в государственных организациях в которых они привыкли получать деньги из тумбочки это что сейчас наши правители бездумно применяют на меры карантинного контроля но они это делают не для того чтобы грохнуть бизнес бизнес конечно сдохнет черт своей матери они делают это для того чтобы сейчас наши сограждане думали только выживание и забыли о сделке с опек потому что ключевое это сейчас такая операция прикрытия мы очень сильно вернее на у нас тут один филолог с одним директором клуба офицеров решили наказать слонцевиков но надо наказывались до такой степени что если изначально вот у нас как раз сейчас приходит от слова последние сведения что если изначально речь шла сокращение добычи нефти всего на полтора миллиона баррелей то сейчас они достучались до того что придется сократить добычу на 11 или даже 20 миллионов баррелей вот собственно говоря авантюра который сейчас покрывается так называемым карантинными мерами поэтому население будет нещать будет скрытая безработица мелкий бизнес сдохнет особо был не нужен на средний бизнес подохнет процентов на 30 ну а во крупный бизнес подохнет процентов на 20 ну не подохнет и подохнет ничего страшного поэтому власти достаточно прагматично в этом смысле дмитрий у моего соведущего и брата гена у него вопросы общего порядка касающийся экономики я больше меня интересует личности и в первую очередь конечно владимир путин а многие обратили внимание не только политологи но и в принципе те кто за ним наблюдал его выступления они были довольно блеклые а и не было уверенности в том что он говорит то есть это как бы общие фразы общие слова которые ничего собой не представляет вот ваше мнение что происходит вот чисто может быть это найти как бы такой чисто ваш личный взгляд что происходит с владимиром путиным насколько он здоров насколько он контролирует ситуацию с тем что происходит и что ожидать россии от него как бы ну на ближайший может быть даже год владимир путин не собирается никого собственно говоря здесь как-то агитировать или еще что-то здесь не на дрожь и рассчитывать что владимир собирается с этим как его народом в россии разговаривать он здесь всех давно уже трахнул и он очень интересный с кем он соревнует с фигурами которые ну вот в его понимании это люди дам другого полета там условно и там ангела меркель дональд трамп а здесь он выступает что называется так спустя рукава первое выступление было собственно говоря задача была сделать включить операцию прикрытия второе выступление просто великолепно было он спокойно по перевесил приняв решение что карантин будет до 30 апреля реально до 10 мая он перевесил все это на губернатор он в этой в этой ситуации просто красавчик теперь по все к нему ломанутся и бизнес и губернаторы чтобы либо получить денег либо получить индульгенцию на неисполнение поставленным задач поэтому ему он особо не напрягается в этой части он себя чувствует ну да старая площадь там сапэка сапэшкой когда я взаимодействую да они там периодически говорят об его здоровье но здесь от того что принятие проблема россии заключается в другом что россия управляет не путин а коллективный путин и после ухода владимир владимирович неважно будет это уход физически или уход соответственно там хотя каким-то иным способом я будет все равно путин вот тут ключевой то вопрос что не поменяется система управления наоборот будет больше драчка будет соответственно кланы начнут делить страну еще пожестче поскольку он выкормил просто великолепных псов они начнут грызть друг другу горло поэтому наш ожидает сначала такая тяжелая ситуация по драке кланов последствий потом я думаю что что-то в рамках там условной военной хунты и может быть только очень может быть потому что это зависит опять-таки от гражданского общества которое в общем-то давно забил на себя сама может быть некий условный демократический поворот вероятность этого наступления этого события крат крайне незначительно а левацкий такой левацкий закос прямо на раз-два а владимир путин здесь на самом деле не явля не является сколь нибудь значимой фигурой а вот следующий вопрос продолжение предыдущего если внутри путинской команды все таки какая-то оппозиция человек который ну или группа людей которые могут прийти и сказать ему ты нам конечно друг родина дороже что-то в стиле таком нет ну то это у вас какая-то абсолютная фантазия которого на и от реальности значит он он кгбшник он великолепно умеет он всегда выстраивал систему сдержек и противовесов он все все его комаринги которые он выстраивает ваку вы выстроил вокруг себя он их постоянно что называется подстравливает поэтому то вот яркий пример как раз его последнее выступление когда он сказал что я принимаю решение что вы страна будет отдыхать до 10 все за все за счет бизнеса но идите губернатора сами решайте как вы будете со всеми раз со всеми делами разбираться и он как говорится на вершине а все остальные в дерьме в этом смысле он с точки зрения манипулятивных техник красавчик просто надо отдавать должное он это умеет поэтому говорить о какой-то там группировки на эту группировку есть другая группировка так что он вот в этом смысле он четко пасет эту поляну прямо хорошо тогда вопрос об оппозиции значит в принципе получается а что оппозиции в принципе нету никаких шансов то есть будем так какая бы ни было не системная оппозиция или системная позиция то есть надо понимать что у этой оппозиции на ближайшие допустим например возьмем лет десять до никаких шансов прийти к власти каким-то через демократические выборы практически нету и ваше ваше мнение об навальном что вы думаете о нем потому что много разных взглядов значит смотрите ну лишь я немножко знаю чуть подольше чем он появился даже в публичном пространстве таких людей как лёша должно быть много он мало молодец с точки зрения того что он делает там свои разоблачения я знаю даже людей которые в том числе и запрошки там анонимно закинул дают ему деньги вот он не является там каким-то проектом кремля но он ему бы хотелось бы быть большим игроком на политическом поле другое дело что его загнали в общем в определенную такую такую тупик из которого ему выбраться не удастся то чего будут держать ровно так знаете как по код держит полудухлую мышь вот именно в такой позиции будут держать все что касается тех кто находится внутри думы это нормальная системная оппозиция которая задачка которых всегда держаться за определенных правил игры через них идеально в общем если нужно можно что-то имитировать в по большей частью такой больше имитационный механизм поэтому говорить о выбор то у нас хорошие они даже великолепно проходят другое дело что они не исполняют свою главную задачу именно некой какой-то сменяемости системы соревнований поэтому у нас все это есть но соревновательности в этом нет не было и ближайшие наверное многие десятилетия не будет у нас есть соревновательность подковерных бульдогов которые существенно жестче жестче чем наверное любые политические партии и ключевой вопрос если бы ну кто-то там в чем я всегда улыбаюсь в широкой гагаринской улыбкой когда с сос там иностран политологов которые иностранном языке пытаются что-то оценить как происходит в россии никто место чтобы оценивать реальность реальность заключается в том что оценивайте количество штыков в каждый из группировок вот до тех пор пока вы не начнете оценивать именно количество штыков то будете все рассуждать какими-то там группами такими-сякими, вот все будет находиться в некой какой-то такой иллюзии и непонимании реальности в Российской Федерации. Поэтому у нас все достаточно стабильно, до тех пор, пока Владимир Владимирович будет, как говорится, в силе и в седле, все будет более-менее стабильно. Как только он начнет слабеть, ну там ближайшие три года, потому что ключевой для него вызов, это, конечно, экономика, потому что в следующем году у нас будет падение добычи углеводородов приблизительно процентов на 30, скажем так. Кланы начнут подкусывать уже не хвосты, а подкусывать головы, а вот и он плюс ко всему стареет, как ни покажется странно, при всем авторитаризме, он условно там достаточно демократичен, он бы хотел уйти на пенсию, другое дело, что он создал систему, из которой выход у него только вперед ногами, никаких преемников в природе не может быть. Еще один такой вопрос в продолжении, перед тем, как мы уйдем на рекламу. Дмитрий Медведев, я просто уже говорил, что у меня такие личностные вопросы, чисто касающиеся людей. Дмитрий Медведев занял абсолютно такую должность, как бы сказать, непонятную для многих, заместитель, значит, председатель госсовета, по-моему, если я не ошибаюсь. Совета безопасности. Совета безопасности, спасибо. Это говорит о том, что он уже списанный политик, или все-таки у него есть, как бы, такой шанс, когда Владимир Путин почувствует, что, как говорится, пора на покой, он может эту фигуру продвинуть, и эта фигура будет принято обществом. Нет, нет, нет. Значит так, значит, Владимир Путин не может уйти на покой ни при каких обстоятельствах, но что Владимир Путин людей, которых он выкормил вокруг себя, я не красного словца для сказал количество штыков, потому что, когда вы оцениваете, там, например, вы ее оцениваете. Нифига подобно. Ключевой вопрос, что Игорь Сечин, извините, по сути дела, управляет управлением собственной безопасности Федеральной службы безопасности, и у него достаточно напряженные отношения с господином Кадыровым, у которого 30 тысяч штыков, и надо оценивать вот эти вещи. А Дмитрий Анатольевич Медведев, великолепный местоблюститель, это человек, который, условно говоря, в свое время интеллигентно привел Владимира Путина к власти, а Владимир Путин очень, ну, не сентиментальный, он очень правильно, скажем, своих он, их он говорит, не бывает, и поставил, соответственно, Дмитрия Анатольевича Медведева хорошую такую позицию, и Дмитрий Анатольевич Медведев еще в свое сыграет, именно, ну, не самостоятельно, естественно, а с помощью Владимира Путина. Владимир Путин, я говорю, своих никогда не бросал и никогда не топил. Это у него, в этом смысле, у него черта прямо... То есть, будем так говорить, у Дмитрия Медведева есть политическое будущее, просто чтобы понять. Но не президентское. Даже когда он был президентом, он президентом не был. А вместо блюстителем он может быть великолепным. Дмитрий, спасибо. Мы сейчас уходим на рекламную паузу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. У нас великолепная беседа с Дмитрием Потапенко из России. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы возвращаемся в программу Политинформания, ее ведущий Геннадий Брумер. И Эдуард Брумер. Мы сегодня беседуем с известным бизнесменом, не с журналистом, человеком, который... Радиоведущим, радиоведущим, человек, который старается разобраться в том, что в России происходит и имеет свое мнение по этому поводу, что, в принципе, замечательно. Дмитрий Потапенко, здравствуйте еще раз. Добрый день. Дмитрий, такой вопрос, возвращаясь к экономике. Способно ли правительство, вот новое правительство, справиться с теми проблемами, которые существуют сегодня в экономике? А что я имею в виду? Говоря морским языком, их нанимали, как на прогулочный катер, потому что 15 января еще ничего не было слышно и поня... А попали они, как бы, на Титаник. Вот как вы смотрите на это? Вот на правительство, которое вот они были такие довольные, что стали министрами, а попали все-таки вот на такой... Такую проблему. У них, значит, давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Значит, правительство в правительство пришли идиоты, и они прекрасно знали, что не все будут они решать, что, например, если мы возьмем конкретно по сделке с ОПЕК, что, когда я говорю о том, как играет филолог с директором клуба, тот же Новак, министр энергетики, прекрасно понимал, кто, в общем-то, в статусе, а кто так носит официально какие-то на какой-то наименовании. Поэтому никаких экстраординарных проблем в российской экономике не произошло. Другое дело, что ту аферу, которую они замутили, вот эти два персонажа, да никто не будет ее расхлёбывать. Расхлёбывать все равно будут, опять-таки, Игорь Иванович и Владимир Владимирович. А Новак будет исполнять то, что ему скажут. Вот сейчас он был на переговорах со всей этой командой. Ну, в общем-то, и его же выдернули. С него было решение уйти от саудитов, по сути дела, очень сильно подпортив себе репутацию. Да и саудиты прекрасно понимают, в каких кабинетах принимаются решения о тех или иных вопросах. Есть, грубо говоря, в данном случае, Новак выступал в качестве секретарской такой функции. И когда мы говорим о новом правительстве, у него, у него особых проблем нету. Он исполняет ровно то, что им скажет вождь мирового пролетариата, как говорится. Он что им говорит, то он исполнит. Поэтому они справятся ровно с тем, они будут работать ровно до того момента, пока он посчитает нужным. У них нет никаких вызовов, скажем так, кроме демонстрации лояльности, естественно. Спасибо. Российская пропаганда. Немаловажный вопрос для России и, в принципе, для всего... Я бы не сказал бы для мира, но в большей степени, конечно, для России. Вы одно время довольно часто выступали вот в этих пропагандистских шоу на федеральных каналах, имея всегда свое мнение, всегда его отстаивая. Вот, если вы можете сказать ваше мнение об этих людях, ведущих, я имею в виду в первую очередь Владимира Соловьева, супругов Скобеевых, Поповых, и, там, Шенин, Норкин, вот эти вот персонажи. Вы мне скажите, насколько они люди убежденные, или это люди, зарабатывающие деньги? Потому что у нас живущие наши здесь, в Америке, радиослушатели, многие, естественно, их хвалят, и они в восторге от них. Другие, допустим, как мы, ну, прямо скажем, не выражаясь в прямом эфире, мы их недолюбливаем. Ну, смотрите, они исполняют свой функционал, я могу сказать, что абсолютно во всех, поскольку я знаю, вы, понимаете, вы оцениваете картинку, а картинка достаточно бессмысленна. Дело в том, что нужно оценивать не ведущих, а нужно оценивать редакторскую группу, потому что то шоу, которое делается там и на Первых каналах, и там на России, оно делается талантливо. Там огромнейшая команда, которая, в общем, правильно пишет сюжеты, и ведущие в данном случае, ну, исполняют такую свою функцию картинки. И я многократно говорил, что нет больше, соответственно, больше оппозиции, чем как раз на федеральных каналах, потому что они четко знают, что происходит там в реальности. Они не идейные, да, собственно говоря, а где вы собрались искать идейных? Идейных нет у его администрации президента. В общем, все исполняют свой функционал, исполняют там свои какие-то маленькие мечты. У каждого ипотека, у кого-то там она российская, у кого-то она иностранная. Так что, если вы ищете идеологию, в России идеологии ее нет, это уже нет уж лет 20. То есть они, они с легкостью поменяют свое мнение, да? Они еще, они у них, они не собираются, у них нет такой задачи, они не ведущие, они, еще раз говорю, у них, они очень, там, немного корректируют текст, а текст готовят редактора. Так что вы, вы не на текст смотрите, то есть, вы смотрите на картинку, и поэтому там, например, оценивать там как-то негативно там супругов Скобеевых, Соловьева, Шейна, там, или еще кого-то, ну, в общем, достаточно бессмысленно. Ну, вот люди, которые приходят на эти ТВ-шоу, вот у них же есть свое мнение, вот вы приходили, вы высказывали конкретно свое мнение. там, там, ну, таких, таких персонажей. Со мной было всегда, есть и будет одна большая проблема, собственно говоря, периодически, там, на меня делаются информационные атаки, и делаю я в выдаче, то есть, в монетаре, вот так называемых, ведь даже, когда там приглашали меня, то, соответственно, они тоже очень четко выдавали очень узкий слот тех или иных, как бы, они понимали приблизительно, о чем я могу говорить, и поэтому меня подбирали, ну, крайне редко под какие-то, под какие-то тематики, то есть, это тоже, там, никто не давал изменить, например, сюжет этого, там, сценария, то есть, это все равно Потапенко, это был, как некая такая вот перчинка в общем сценарий, который, который шел, никак не менялся сценарий по ходу этой, по ходу этой пьесы, поэтому здесь, даже использование условного Потапенко, это все равно есть некая режиссерская задумка, когда вот отдавайте, мы дадим вот какой-то остроты и там условной опционности, а по большей части туда ходят одни и те же люди, в общем, которые, как в хорошем спектакле, разыгрывают игру, при этом зачастую это, самое главное, бесплатно стоит, и это великолепно работает, то есть, люди будут обсуждать, и будут смотреть то, что им скажут по первым каналам ТВ, а не то, что у них, например, клозет забит, так что, пропаганда исполняет свой функционал, причем сценарий достаточно примитивный, отработан еще в нацистской Германии. Спасибо, Дмитрий, и я хотел бы перекинуть небольшой мостик, как на тех же ТВ шоу к Украине, как же без Украины, да, а в нынешних условиях, будет ли меняться политика Кремля по отношению к Украине, и конкретно к Донбассу, ну, про Крым, я не говорю, мне кажется, это проигранная история, а вот по отношению к Донбассу и вообще к Украине, как вы видите эту проблему? смотрите, Донбасс, штука такая, значит, вообще все, что касается ЛНР, ДНР, это, в общем, патовая ситуация, причем патовая, как и для Украины, так и для России, почему она патовая, причина, что проиграет первым тот, кто заберет, условно заберет себе эту территорию, на какую, с какой бы территории мы не посмотрели, хоть со стороны Украины, что с какой-то стороны России, представьте, что к вам придет абсолютно разоренная территория, на которой, как для той, так и для другой страны, присутствует достаточно огромное количество оппозиционных элементов, плюс эти элементы, скорее всего, там уже обросли каким-то, скажем, какими-то связями, контактами, то есть все равно придется делать зачистку, и в любом случае, какой бы там Россия или Украина не перешла эта территория, это ты будешь сам выглядеть говнюком в мировом сообществе, поэтому проиграет тот, кто эту историю прижмет первым, поэтому это такой уже теперь вечный камень раздора, он и не туда, и не сюда не упадет, и никакой из сторон он, в общем-то, не интересен, это тяжелая, больная ситуация, которая подвиснет и очень долго еще не будет разрешена, прямо она будет очень долго висеть, вне зависимости от того, будут военные действия, отсутствуют военные действия, это будет, ну, такой вот, такой, как только, знаете, как с тухлым яйцом, надо осторожно обращаться, чтобы не повредить в первую очередь себя. Дмитрий, а как бы вы эту ситуацию разрешили, ну, вот вы, допустим, во главе страны или хотя бы премьер-министра, как вы видите разрешение? значит, это премьер-министр не может разрешать эту ситуацию, значит, почему я не могу встать во главе страны, потому что я президент, был бы президентом, для этого должно быть некое вольное общество, для того, чтобы избирать условно Дмитрия Потапенко, общество, которое смотрит Дом-2, и для которого нужна пропаганда, Дмитрий Потапенко не нужен. А если бы, если предположить, что появилось бы вольное общество, то тогда бы, как конфликт на Донбассе, конфликт на всех спорных территориях, там Южная Осетия, Приднестровье и все остальное, это очень долгий, но нудный переговорный процесс, в том числе на международном уровне. И с вероятностью крайне высокой это были бы самостоятельной достаточно территории, потому что, еще раз говорю, ключевым вопросом является построение экономических связей. А вот экономические связи на всех территориях, где произошли конфликты, они очень не бесспорны, они не выгодны ни одной из частей. Поэтому они являются как раз спорными. Это, кстати, не относится не только к России, вообще сепаратизм, который присутствует в нациях, это в том числе там есть в Великобритании, он в первую очередь построен очень сильно на эмоциональных составляющих, и под ним крайне мало некой такой экономической подосновы. И именно поэтому здесь всегда эти конфликты длительные, и пока не вымрет, условно говоря, несколько поколений, которые помнят, из-за чего они поссорились, к этой теме приступать вообще не имеет смысла. То есть резких движений это всегда будет военный конфликт в той или иной степени. Военный конфликт с открытым каким-то там концом, либо конфликт, условно говоря, как ирландская армия, когда есть некое партизанское движение. Ну, такая же история, как с Каталонией, например. Так что я бы эту историю очень медленно и верно бы растаскивал. И меня этого заняло бы точно не мою только жизнь. Владимир Зеленский практически год назад был избран президентом Украины. Талантливый актер, очень успешный бизнесмен, но все-таки президентство это такой немножко другой уровень. С ним связали надежды большинство, будем так говорить, украинцев, по-моему, 73% за него проголосовали, если я не ошибаюсь. Вот ваше мнение об Владимиром Зеленском, есть ли у него шанс хоть в какой-то степени помочь Украине, не знаю, или как-то немножко ее на другой уровень толкнуть, или шансов у него просто нету, и надо понимать, что он ввязался не в свою игру. Я пишу подкасты не только по экономике России, я пишу подкасты в том числе и по экономике Украины, делаю это тоже раз по неделю. Еще до избрания Владимира Зеленского я сказал, что главный вызов, я желаю ему по-прежнему всяческих успехов, но главный вызов для Владимира Зеленского был, есть и остается эта работа с элитами. Народная любовь, которую он приобрел благодаря сериалу договоренности с господином Коломойским «Слуга народа» это великолепно с точки зрения например политтехнологического тренда и вообще самой логики организации соответственно выбранной истории просто надо аплодировать и конечно надо в том числе поблагодарить господина Порошенко, который то ли по незнанию, то ли по высокомерию пропустил этот вообще сериал на ТВ. Значит это был его просчет сразу можно сказать но Владимир Зеленский это с первого самого начала это вопрос разговор с элитами Владимир Зеленский с элитами никоим образом не взаимодействовал а с элитами возможно взаимодействовать всего двумя способами либо умудряться с ними договариваться напомню элит там достаточно много там приблизительно 4-5 группировок в общей сложности которые находятся при власти контролируют большую часть экономики Украины либо ломать их через колено ни на тот ни на другой путь он не пошел он топчется как в предбаннике по сию пору прошел год он топчется в предбаннике вот этой народной любви но как я и прогнозировал если вы отмотаете посмотреть подкасты который я еще писал зимой я сказал что вот как раз там весна конец весны будет переломным когда народная любовь иссякнет и будут задавать вопрос Володя и что ты сделал сейчас сейчас как раз эти вопросы задаются потому что в конечном итоге он свалился в то что сначала он себя объявлял либертарианцем а по тому как он гасит так называемые фопы он в общем-то выступает достаточно реакционным лидером и здесь шансов у Володи на мой взгляд уже сейчас не так уж много потому что опять-таки элиты его не признали и именно элиты теневые по сути дела управленцы не дадут ему каким-то образом развернуться а народная любовь уже ушла плюс ко всему непростая экономическая ситуация плюс опять-таки вот то же самое он сделал то о чем я говорил выше он пошел по вот этой модели карантинной вместо того чтобы карантин использовать именно точечно очень локально против в определенных локациях с определенными группами плюс ко всему сделать главный анализ анализ не на коронавирус надо делать а делать сейчас анализ на людей у людей надо выявлять антитела потому что подчеркиваю вирус абсолютно по барабану знаете вы его существование есть у вас методика его выявления или нет он уже в ноябре а может быть и реально в октябре получил локальные соответственно эпидемиологические центры и здесь надо выявлять а сколько уже переболел в какой стадии находится в том числе и Украина может быть она уже вышла там на самый там какой-то либо на плата либо на спад и сейчас закрывать Украину когда у тебя и так зарпетчане работают в других странах поэтому Володя к сожалению не менеджер и вот это сильные черты то есть он не оказался с остальными яйцами чтобы взять за эти же стали за эти же яйца те элиты которые реально управляют Украиной то есть по идее он может уйти раньше даже своего срока или он все-таки отбудет свой свой пятилетний срок он может его отбыть другой для Украины это бессмысленно тут ключевой это вопрос что если ты не управляешь страной элитами или управляют тобой ты просто будешь делать какие-то заявления и твой рейтинг будет падать и падать и самое главное ну это же вопрос к нему уже будет как не к президенту а вопрос как к мужчине но имеет смысл так вот коптить небо когда ты понимаешь что в общем ничего-то изменить не можешь кроме ну так обговняться Дмитрий такой вопрос у вас в радиоэфире на серебряном дожде в очень хорошей передаче Потапенко будет часто бывает Валерий Соловей а как вы относитесь к его тому что он говорит насколько его мнение экспертно и ну как вам кажется все что он вангует это может сбыться с Валерием Соловьем я прошел президентскую кампанию как вы знаете соответственно он был он собственно говоря был идеологом в штабе господина Титова вот если говорить его присутствие в публичном пространстве он вместе с господином Титовым преподает в одном вузе там ГИМО на мой взгляд Владимира Дмитриевича периодически по-моему обуевают фантазии он выдает желаемое за действительное поэтому на мой взгляд все движения в политической элите они идут существенно извините примитивней ну я говорю что я с администрацией президента работаю практически в еженедельном режиме и там я знаю там все практически внутренние течения там все существенно проще примитивнее рассчитывать на то что там прямо Владимир там ВВ уйдет там еще что-то все развалится так быстро нет мы живем в Америке вы живете в России естественно нас интересуют взаимоотношения этих двух стран если кто вообще на ваш взгляд у нас остается не так много времени 3 минуты на ваш взгляд кто должен пойти в большей степени навстречу Россия Америки или Америка России есть ли какие-то варианты или все-таки вот это вот будет холодно и лучше будет холодный мир чем какая-то там ссора на ваш взгляд кто как кому чем обязан или не обязан потому что никто никому никто на мой взгляд никто никому ничего не обязан вообще взаимоотношения принимать то есть Россия взаимодействуется вообще со всем миром только в одном четком показателе это как раз ядерное противостояние в экономическом смысле России и Америка взаимодействовать не могут потому что это все на самом деле копеечные какие-то взаимоотношения и в этих в этих вопросах на мой взгляд не Дональд Трамп который я думаю что высока вероятность что он переизберется вот он будет взаимодействовать с Владимиром Путином а Владимир Путин будет по-прежнему стремиться каким-то образом как говорится его прогнуть но что технически невозможно потому что ни Владимир Путин ни Дональд Трамп не незначимо как это говорил классик марксизма ленизма сначала экономически боится потом политическая настройка это всего лишь временные пешки на более глобальной картине мира дмитрий мы заканчиваем нашу передачу хочу поблагодарить очень вас за то что вы нашли время с нами поговорить и от всей нашей радиостудии от нас лично давай вас сделаем от наших радиоуслужащих хотим поздравить вас с юбилеем с 50-летием у нас братом тоже было мы с вами одного года тоже было 50-летие тоже в марте поэтому мы вам хотим пожелать удачи здоровья в это тяжелое время оставайтесь дома и чтобы у вас всегда и у вас и у всей семьи все было хорошо спасибо и вам удачно спасибо большое всего самого лучшего пока-пока все пока-пока до встречи